Всем зрителям и подписчикам привет! Сегодня у нас 21 марта 2018 года. Приехали мы на монтаж, будем строить теплицу фермерская шириной 8 длиной 15 метров. Пока выгрузились, сейчас будем приступать. Высота теплицы будет 4 метра, но обо всем поподробнее в процессе. Перегородка. Продолжаем собирать. Сейчас несколько арок, снова перегородка будет. Сейчас сегодня половина каркаса должны поставить. Первый рабочий день у нас подошел к концу. У нас практически готов каркас. Осталось собрать ближний торец, прикрутить его и затем будем крепить каркас к бетону. Потом уже крыть. Но это уже все завтра. Всем привет! Сегодня у нас второй день по монтажу работы. Проводим по монтажу теплицы. Напоминаю, это у нас фермерская. 8 ширина, 15 длина. В теплице есть 3 перегородки. Каркас у нас практически готов. Сейчас прикрутим пару связей и начнем крепить их к бетону. Каркас установили, выровняли, закрепили к бетону с помощью анкеров. Установили верхний конек. Все прогоны протянуты. Сейчас будем начинать крыть. Поликарбонат у нас на покрытие идет толщиной 10 и 4 миллиметра. Двухметровая и трехметровая секция кроется десятым поликом. Две пятерки, где расположены грядки, будут крыться четвертым поликарбонатом. Поликарбонат прокрутили термошайбами, надели торцевой профиль, также установили фромуги на покрытие, с этой стороны видим четыре снизу, с той стороны четыре сверху и две коротенькие снизу. Ну вот мы начали крыть теплицу поликарбонатом. Положили первые несколько листов, которые толщиной 10 миллиметров, оставшиеся секции будут закрываться 4 миллиметровым поликарбонатом. Сейчас ребята прокручивают термошайбы, забивают крышки. Нужно снизу надеть торцевой профиль, наклеить перфоленту и также закрутить. У нас третий день работ по возведению теплицы фермерская 8 на 15. Закрыли еще один отсек поликарбонатом, пока наживили. Сейчас нужно прокрутить, вырезать фромуги, перфоленту наклеить, профиль одеть и окончательно закрепить поликарбонат. Работы хватает. Мы установили все листы поликарбоната. Сейчас идет подгонка. Подрезаем фромуги, устанавливаем профиль, клеим перфоленту. Потом нужно будет прокрутить все листы хорошенечко и и останутся работы незначительные по установке внутри фромуг, термоприводы и так далее. Обо всем по порядку. Осталось нам немножко прокрутить поликарбонат. Корцевой профиль уже одет, фромуги прокручены. Поликарбонат закреплен, натянут. Сейчас монтажник полезет наверх, ставить коньки. Потом будем прокручивать листы поликарбоната. Пока переместимся внутрь, посмотрим как там было. Вот у нас вид изнутри. Сейчас параллельно с крышей будем устанавливать форточки торцевые. Все увидим, посмотрим. Фромуги мы установили, обрамили. Осталось навешать фурнитуру, прокрутить термошайбы и четыре фромуги будут готовы. Вот видно, что некоторые открыты, некоторые закрыты. Работаем дальше. Параллельно у нас прокручиваются термошайбы. Монтажник ушел на другую сторону. Одна сторона уже прокручена, значит. Фромуги установлены. Сейчас будем пропиливать поликарбонат, одевать профиль, обрамлять фромугу, чтобы все было красиво. Две уже у нас пропилены, обрамлены, открываются. А это все будем смотреть работу потом. Как все работает, покажем отдельно. Третий день в подходе к концу. Осталось нам установить термоприводы, вырезать фромуги, установить в торце. Работа примерно на полдня. Сегодня уже не открываем. Что сделано? На стеновые фромуги у нас установлены термоприводы, пружины. Прокручено здесь все покрытие поликарбоната. Маленькая фромуга, тоже с термоприводами. Ну и пока все. Четвертый день работ по монтажу теплицы. 8 на 15. Сегодня будем устанавливать термоприводы на верхние форточки. Делать форточки в торце. Последние у нас остались. Прокручивать местами термошайбы. Не докрутили. И, пожалуй, все. Вот подошел к концу у нас рабочий день. Закончили теплицу. Что-то делали. Пойдем смотреть. Итак, идем смотрим, что у нас получилось. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы 25 на 25. Окраска полимерно-порожкового способа. В самой теплице у нас получается 4 отсека, 3 перегородки. Внутри уже заботливо сделали грядочки. Первая секция 2 метра. Торец перегородка и покрытие из поликарбонат толщиной 10 мм. Вторая секция, как бы говоря, летний вариант. На покрытие использовали 4-х миллиметровый поликарбонат. У нас есть тут фармуга с термоприводами. Снизу 2 сверху. И на другой стороне еще 2 снизу. Далее следующая перегородка 10 мм толщина. И третья перегородка тоже 10 мм толщиной. Покрытие точно такое же, десяточка. Это здесь зимний сад планируется. Уже бак привезли, поставили под полив. Также здесь есть промуги. Для проветривания. И последний отсек. Торец. Толщина поликарбоната 4 мм. Покрытие такое же. Также снизу 2 хромуги. Сверху 2. В торце 2. И одна снизу сбоку. Поликарбонат фирмы Корбоглаз. 0,8 плотности. Один из самых лучших. Также есть у нас диагональ у Косина. Чтоб теплица стояла ровно. Никуда не кренилась. Двоемы оставлены без дверей. Потому что здесь у нас будут стоять теплые двери. Стеклопакеты. Или как евродвери. Как их правильно назвать. Вот такая получилась большая. Светлая. Прочная конструкция. Многоцелевая. Идиный сад. И огурцы. И помидоры. Все что хочешь. Первый отсек будет использоваться как тотельная. И хранение инструмента. Продолжение следует. сбоку смотрим любуемся и пожалуй заканчиваем обзор всем спасибо за просмотр ставьте пальцы вверх задавайте вопросы пишите комментарии всем пока а Субтитры подогнал «Симон»